Полезный город В чем отличие от обычного, ну от того же арбитражного суда Кировской области, да, давайте вот с этого начнем, давайте в терминах разберемся, что это вообще такое, что это за офис, в чем отличие от того, к чему привыкли все наши предприниматели. Хорошо, ну давайте начнем с того, что государственный суд это орган государственной власти, а арбитражный центр, другими словами, постоянно действующее арбитражное учреждение, это все-таки институт гражданского общества, хотя наделенный некоторыми публичными функциями. И вот в этом как раз-таки самое главное отличие, и все выгоды, плюсы, иногда и минусы, конечно, да, все исходят вот именно от этой позиции. Арбитражный центр в том числе занимается вот такой особой формой правосудия, что его роднит, конечно, системой государственных судов, ну это ни в коем случае не система государственного принуждения. В данном случае мы как раз можем говорить о государственных судах по отношению к судам третейским, к арбитражу и третейскому разбирательству, они осуществляют функцию содействия и контроля, при этом не вмешиваясь в сам процесс разбирательства. То есть состав третейского суда, разбирая спор, принимает решение, а исполнительный лист уже непосредственно на принудительное взыскание или принудительное исполнение, как хотите, уже выдает соответствующий компетентный суд. И это не только арбитражный суд, это может быть и суд общей юрисдикции, потому что как раз таки арбитраж, третейское разбирательство действует в сфере гражданско-правовых отношений, он не ограничивается исключительно коммерческими спорами. Тут нужно говорить вообще об экономической сфере. И вот это определяет, есть такой термин, арбитрабельность спора. То есть подлежит ли рассмотрению, имеет ли возможность конкретный состав арбитров рассматривать тот или иной спор. Не так давно, если я правильно понимаю, если нет, то поправьте меня, законодательство в сфере этого как раз направления деятельности, оно поменялось. То есть раньше третейский суд был другим. Вот каким, в чем отличие? Да, новейшая история как раз таки существования третейского разбирательства начинается с 2002 года. И продолжалась она по 2015 год, когда началась как раз таки реформа арбитража и регулирование арбитража и третейского разбирательства. Так вот, с 2002 по 2015 год были максимально либеральными правила организации таких постоянно действующих арбитражных учреждений, в том числе и третейских судов. Они могли прям даже при какой-то кампании быть, например. Я вас уверяю, огромное количество было создано третейских коллегий, третейских судей, арбитражных учреждений, которые даже не разобрали ни одного спора, а были созданы на всякий случай. Это подрывало как-то доверие к этой... Зачастую появлялись и были некоторые упреки со стороны, в том числе и государственной власти, по поводу аффилированности, так называемой карманности третейских судов. И как раз в связи с этими злоупотреблениями, некорректными толкованиями норм права и духа закона, в 2015 году прям с самого-самого верха президентом было принято решение, он в послании даже так обратился к законодателям, что наведем порядок в сфере третейского разбирательства. И вот в 2015 году были серьезно ужесточены к требованиям, требованиям к организациям такого рода, то есть к арбитражным учреждениям. И первое такое специальное разрешение по новым правилам только в 2017 году получил как раз таки арбитражный центр при Российском Союзе промышленников и предпринимателей. В 2017 году как раз таки мы проговорили эти все возможности и необходимости развития третейского разбирательства на территории Кировской области с руководством РСПП местного, с Медведковым Виктором Ивановичем. И вот знаете пословица такая, обещанного три года ждут. Вот ровно прошло три года с тех пор, как мы начали эту работу и наконец-то в 2020 году в декабре президент РСПП Шохин подписал распоряжением приказ о открытии офиса Волгокамского отделения арбитражного центра. Ну то есть завести в Киров было непросто, да? Конечно, очень. Это, понимаете, в десятки, в сотни раз были повышены требования к организациям таких вот офисов. Ведь все-таки сфера разрешения споров это очень ответственное дело. И в этом отношении без огромной большой проработки, подготовки никак нельзя обойтись. Иначе, опять же, мы очень и очень роняем, скажем так, и уровень разбирательства споров. И сам этот институт получает как бы негативную оценку. А вообще по стране много таких офисов или мы там в числе первых сейчас? Нет, мы, конечно же, не в числе первых, но вот как так получилось, что все примерно одинаково в одно время, там, с перерывами в год открываются вот эти отделения. Отделений всего сейчас восемь, а офисов по стране, ну вот примерно умножайте на три, на четыре. А вот наши предприниматели Кировские, они до этого в другие регионы обращались или просто это недоступные? Видите ли, дело в том, что после 2015 года институт третейского разбирательства, к сожалению, для многих стал недоступен просто совсем. Вот те люди, которые работают в сфере международного права предпринимателей, например, да, они зачастую вынуждены были разрешать свои споры, например, в стокгольмском арбитраже, в Англии. То есть за рубежами Российской Федерации, ну, в силу просто невозможности разрешить свои споры здесь. При этом потребность есть, интересанты есть, да? Безусловно. Вот сейчас мы уже начали работать, у нас уже пять компаний включают в свои договоры третейскую оговорку. Это обязательное условие для рассмотрения спора арбитражом и составом третейского суда. А есть еще какие-то варианты, допустим, если мы не включили в договор, но при этом там позднее, да, мы поняли, что вот мы хотим именно таким способом? Да, безусловно. Вот если мы включаем третейскую оговорку в договор или в контракт, а, возможно, после возникновения даже спора мы можем заключить арбитражное соглашение, в котором договориться о том, что мы разбираем наш спор как раз-таки путем третейского разбирательства арбитража. Возможно, это только при согласии обеих сторон? Да, конечно, конечно. Это базовые принципы арбитража и третейского разбирательства, когда арбитры, судьи третейские ориентируются на волю сторон, смотрят на ненарушение императивных норм права и, безусловно, ориентируются на исполнимость решения, потому что предприниматели или граждане, обращаясь в третейский суд, рассчитывают, что будет спор рассмотрен а быстро, независимо, и решение будет точно исполнимо. Это вот уже преимущество, чуть попозднее о них поговорим. Сейчас хочу еще немного общих каких-то вопросов. Если одна сторона не согласна, вторая согласна, то в этом случае как поступать? Если есть третейская оговорка в контракте, то в любом случае спор будет рассмотрен в арбитраже. А если ее нет? А если ее нет, ну тогда в обычном порядке, в государственном суде. Но тут нужно понимать, кто зачем идет в суд. Если мы говорим о предпринимателях, наиболее часто использующих данную институцию для разрешения своих споров, то для них время является ключевым фактором. Поэтому, заключая контракт, они понимают, что чем быстрее будет рассмотрен спор, тем эффективнее будет их бизнес. Ну а если одна сторона отказывается подписать, например, данные, третейское соглашение, то возникает вопрос, а почему? Не планирует ли она вести себя недолжным образом? Ну тоже такая проверка. Не пытается ли затягивать по этому? Вот та же скорость рассмотрения, да? За счет чего это возможно? Не в ущерб ли? Это один из плюсов, который является редким исключением, так как в жизни бывает. Вот только плюсом. Быстро и хорошо. Да, только плюсом. Дело в том, что мы сейчас не говорим о конкуренции с государственными судами. Мы упоминаем государственные суды лишь как инструмент для того, чтобы что-то с чем-то сравнить. Так вот, для сравнения, в государственном суде вы через два месяца получаете только назначение предварительного рассмотрения дела, заседания. А в арбитраже, третейском разбирательстве через два месяца вполне при определенных условиях вы уже можете получить исполнительный лист. Что это для предпринимателя? Ну, это значит многое. Это значит возможность взыскать в полном объеме и быстро те деньги, которые, или там средства, которые были, скажем так, заморожены. А тогда как в государственном суде, вот некоторые эксперты насчитывают до семи инстанций. Представляете, какая правовая неопределенность зачастую даже на долгие годы по отношению, значит, к своему бизнесу. Ведь суммы бывают очень значительные и критические для бизнеса. То есть то ли бизнес будет жить, то ли он обанкротится. То есть отсюда и финансовые выгоды идут, да? Конечно, представляете, сколько нужно потратить на представительство даже в суде, не говоря уже о госпошлинах, на юристов, грубо говоря, для проведения одной инстанции, представления интересов в рамках одной инстанции, либо там семи. Это разница в огромные деньги. А в Третьейском суде, вот здесь мы платим госпошлину в суде государственном, а в Третьейском суде мы что платим? Мы платим арбитражный сбор. Он вполне сравним с госпошлиной, но учитывая скорость проведения и проведение, значит, процесса в одну инстанцию, скажем так, разница огромная. Вот дальше отличие, у меня здесь есть подсказка. Еще одно из отличий. Решение суда Третьейского не подлежит обжалованию. Вот опять вопрос, а хорошо ли это? Ведь это хорошо только для одной стороны, получается. Нет, хорошо это для обоих сторон. Если стороны намерены действовать добросовестно, мы же всегда ориентируемся на тех людей, которые договорились и стараются выполнять свои обязательства, что называется по-латыни пакта суд серванта. В любом случае для обоих сторон это хорошо. Появляется правовая определенность в отношении рассмотрения этого конкретного спора. Если мы договорились с вами о том, что все пройдет в одну инстанцию, и мы с вами это обжаловать не будем, и такая возможность есть, безусловно, то все, после принятия решения Третьейским судом, оно должно четко исполняться в кратчайшие сроки. Это хорошо и для одной стороны, и для другой. Ну плюс это, видимо, тот суд, которому мы верим, да? Поэтому... Безусловно. Ведь отличительным, опять же, еще одним отличительным признаком арбитража является то, что стороны добровольно передают свой спор на рассмотрение в арбитраж. То есть они уже априори доверяют этому институту и надеются как раз-таки рассмотреться оперативно, независимо и с максимальными выгодами. А вот, кстати, ведь все равно занимается-то этим человек и судья, да? А судьи-то кто? Это наиболее авторитетные специалисты, юристы, которые уже себя зарекомендовали с большим опытом, которых выбирает само бизнес-сообществом посредством делового объединения, и в нашем случае это Российский союз промышленников и предпринимателей. То есть это не только кировские юристы, это юристы со всей страны? Безусловно. Вот для примера, чтобы было понятно. У нас в Кировской области специалистов по морскому арбитражному праву нет. У нас и моря-то нет. Но в любом случае, ведь никто не застрахован и не ограничивает себя действиями только на территории Кировской области. Предприниматели зачастую заключают контракты, в том числе и со странами, и с предпринимателями, которые работают именно в сфере морского права. И таких специалистов у нас нет. Но в рамках коллегии Российского союза промышленников и предпринимателей найдутся, обязательно найдутся такие арбитры, которые на этом специализируются. И для них это будет легко, и они этот спор разрешат максимально быстро. И что самое главное, качественно. Вот качество, это как раз-таки еще один плюс арбитража третейского разбирательства. Не секрет, что в государственных судах нагрузка на судей достаточно большая. Зачастую нужно в день рассмотреть по 5-6 дел. А еще ведь нужно подготовить это решение, ведь над каждым спором нужно подумать. Так вот, третейский судья, когда разбирает спор, занят только одним спором на сегодняшний день. Он его рассматривает всесторонне, он его рассматривает объективно, он ищет практику и ориентируется не только на право, на нормы права, но еще и на деловые обычаи, как мы ранее сказали, на волю сторон. Что они имели в виду, когда заключали данный контракт, данный договор. Зачастую здесь есть тонкая грань, и специалист ее всегда видит, и всегда прислушивается к одной стороне, к другой стороне. И учитывая, что обмен доказательствами, материалами по делу может проходить в электронном виде, и посредством ВКС, и даже наши рекомендации, при представлении своей позиции по делу, пожалуйста, делайте презентации, доказывайте наглядно, почему вы правы. То есть принцип диспозитивности вот тут прям очень и очень у нас представлен хорошо. То есть мы никуда не торопимся. Мы точно все обстоятельства дела исследуем и дадим все однозначно оценки каждому доказательству. Суд по правилам сторон, когда сторонам удобно, да? Да, и когда удобно, и как удобно. То ли это ВКС, видеоконференц-связь, то ли это с присутствием очным сторон. А возможно стороны договорятся о том, что без присутствия их представителей только по письменным доказательствам будет разрешаться спор. И это тоже право сторон. Так они договорились. И еще один пункт, времени у нас мало уже, но вот он мне нравится, конфиденциальность. Мы же журналисты любим открыть картотеку арбитражных дел, посмотреть, кто что натворил, да? Вот это вот, видимо, как раз об этом, да? Это как раз-таки для вас, журналистов, минус в арбитраже и третейском разбирательстве. Потому что действительно все государственные суды должны проходить публично. Это общий принцип, и ему следует, и проводятся открытые заседания. И все движения по делу, все определения публикуются в соответствующих картотеках. Заходишь в интернет и все видишь. О чем спорят, кто спорит, с кем спорят. Но для предпринимателей, для бизнеса, иногда и для граждан, действительно, это становится большим минусом. И конфиденциальность в рамках арбитража, она и позволяет не показывать, о чем спорят, на какую сумму спорят стороны. Что на самом деле в некоторых случаях критически важно. Вот мы стоим, например, на пороге получения большого кредита в банке. Ну, смоделируем такую ситуацию, проговорим такой кейс. И у нас возникает спор. Вот если в государственном суде он возникнет и будет опубликован в картотеке, то вероятность получения большого кредита стремится к нулю. Если мы это делаем посредством третейского разбирательства, то банк даже и не узнает. Ну, это нормально спорить цивилизованно в арбитраже, и третейское разбирательство дает такие возможности. Ну, вот это одно из направлений, когда нам лучше выбрать третейский суд, чем обычно. А есть еще какие-то случаи, виды споров, которые действительно лучше именно в третейском суде решать? Безусловно. Вот возьмем, например, международное право, когда компании из Кировской области взаимодействуют, например, с компанией из Франции, ну, либо из другой страны. На основании Нью-Йоркской конвенции, там какая-то конвенция ООН 1958 года, о приведении в исполнение арбитражных решений, к ней присоединились более 160 стран, что позволяет избежать двойной экзекватуры. То есть не надо судиться дважды в стране, где происходит суд, и в стране, где, значит, предполагается исполнять это решение. В государственном суде, к сожалению, такой возможности нет. Ну, еще один вопрос. Рассматриваем мы дело в обычном суде, в обычном порядке. Понимаем, что все затянулось, что что-то надо с этим делать. Решить не можем, денег ушло много. Можем мы этот процесс, это дело, этот кейс взять и рассмотреть в третейском суде? Безусловно, до удаления государственного судьи в совещательную комнату вы можете прекратить спор, подписать соглашение. Но, к счастью или к сожалению, такое представить вообще в принципе сложно. Потому что если уж есть две стороны, и если суд начал рассматривать государственный суд, то в теории это возможно. На практике этого не происходит. Заканчивается, к сожалению, наше время. Все-таки для кировчан, да, и уже даже если считать там с 2015 года, времени много прошло, да, этим бизнесмены наши не пользовались. Тема эта для них снова стала новой. Вот где можно поизучать информацию? Куда обратиться? Будут ли, может быть, какие-то семинары для наших предпринимателей проводиться? Как вообще за информацией об этом следить? Ну, безусловно, вы можете следить за данной информацией в соцсетях. Пожалуйста, милости просим на наш сайт, на наши страницы. Давайте проговорим прямо вот, что, где смотреть. Как называется сайт, какие страницы? Ну, это в соцсети нашей компании, международной юридической компании «Кассин и партнеры». Мы там всю информацию всегда дублируем. Наш сайт «Кассин.про». Вы можете в любом случае, мы всегда принимаем у себя в офисе, на абсолютно безвозмездной основе, на Орловской 51, приходите. Мы поможем вам настроить свой бизнес как раз-таки в соответствии с федеральным законом об арбитаже и третейском разбирательстве. Кроме всего прочего, у нас постоянно с нашими коллегами из Москвы, Казани, Екатеринбурга мы проводим вебинары, на которых рассказываем, что такое арбитраж и третейское разбирательство. Вы тоже уведомляете об этом у себя. Безусловно. Инициативно и публикуем в соцсетях все приглашения, а также дублируем на сайте. Ну вот на этом мы и закончим нашу программу. Олег, спасибо вам большое. Доброго дня, доброго дня. Благодарю вас. До свидания. Полезный город Продолжение следует...